Девушки отдыхают Санкт-Петербург – город богатейшей истории, великолепной архитектуры, где сконцентрировано невероятное количество достопримечательностей. Славное имперское прошлое отражается в фасадах пышного зимнего дворца и нарядных пролетах аристократических особняков Невского проспекта. Рациозные набережные города одеты в гранит, а несравненные разводные мосты над Невой – настоящее архитектурное наслаждение. В Петербурге создавалась история страны, великие достижения Петра I, крестательные победы Российской империи и первые шаги молодого Советского Союза. Северная столица России – сердце страны и ее вечная гордость. Просторные центральные улицы, торжественные площади, сотни самобытных зданий с выверенной архитектурой, о каждом из которых можно рассказывать долго и увлекательно. Петербургские музеи демонстрируют сокровища царской России, напоминают о военно-морской славе и советских достижениях, хранят память о деятелях культуры и искусства. Одним из таких зданий является Юсуповский дворец. Он был еще на первых изображениях Петровского Петербурга. Однако свое историческое значение он получил, когда перешел во владение дворянского знатного семейства Юсуповых. За два века дворец перестраивался не один раз, изменялся внутренний облик. Появлялись новые постройки, сады, оранжереи. Залы отличались друг от друга разными архитектурными стилями. Здесь можно встретить элементы неоклассицизма, русского ампира, неорококо. На пороге 20 века Юсуповский дворец провели электричество, водопровод, канализацию и водяное отопление. Стоит обратить внимание на известный домашний театр, поражающий своей роскошью и торжественностью. Здесь обычно проходили светские рауты и приемы членов царской семьи. А вот фасад дворца на удивление скромен. Дело в том, что он построен на довольно небольшом участке, где негде было размахнуться. После Октябрьской революции во дворце разместился музей дворянского быта, и все интерьеры остались в прежнем виде. Здесь проводили экскурсии, а особенный интерес вызывала комната, в которой убили фаворита царской семьи Григория Распутина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Род Юсуповых, имея глубокие корни, и берет начало от сыновей Юсуфа, султана Ногайской Орды. Его правнук, крестившись, взял себе имя Дмитрий. Сын Дмитрия, Григорий Юсупов, служил в звании генерала и был ближайшим соратником Петра I. А его внук Николай был приставлен ко всем существующим тогда российским артенам. Специально для него даже придумали особую награду – жемчужный эпалет. В Российской империи семья Юсуповых была одной из самых состоятельных. В ее распоряжении имелось более 50 дворцов, в том числе и 4 дворца в северной столице. Существует легенда, что на всю семью наложено страшное проклятие. Якобы соплеменники Юсуфа узнали, что он обратил своих потомков в другую веру, были рассержены и убили самого хана, как только тот пересек границу своего государства. Они разыскали степную колдонию, которую обрекла членов семьи на страшную участь. Из всех рожденных в пределах поколения детей до 26 лет доживал лишь один. Убранство гобеленовой гостиной создавалось как обрамление для трехфламандских шпалер и французского гобелена, подаренных князю по преданию Наполеоном I. Подлинные шпалеры были переданы в Эрмитаж, и в настоящее время в подлинных резных обрамлениях XIX века можно увидеть их копии, выполненные на холстах, которые позволяют представить первоначальный облик гостиной. Мебель техники Буль В технике Буль французского мебельщика эпохи Люкдовика XIV Андрея Шарля Буля Техника заключалась в том, что металлическая основа инкрустировалась металлическими или перламутровыми вставками или деталями из полудрагоценных камней, а потом покрывалась слоями лака. Как правило, это был черный лак. И этот гарнитур специально был приготовлен для этого зала. Субтитры подогнал «Симон» Помещение спальни княгини, в отличие от парадных, роскошно декорированных спален XVIII века, более уютно и интимно. Интерьер прекрасно дополняют сохранившийся камин изоникса в стиле Луи Филипп, двери красного дерева с бронзовым декором, и штофная ткань стен, восстановленная с соблюдением старинной технологии. Луи Филипп Большая ротонда Парадный кабинет Отделка 1830-х годов Архитектор Михайлов Стиль позднего классицизма Ротонда – обязательный интерьер парадной анфилады. Композиция ротонды навеяна архитектурой круглых античных храмов, но у ротонды Юсуповского дворца есть своя загадка. Видимость окружности создает крольцо из восьми колонн светло-голубого искусственного мрамора, вписанное в прямоугольный в плане зал. Сферический купол декорирован под звездное небо. Живопись плафона, художник Травик, 1830-е годы. Редактор субтитров А.Семкин Синяя гостиная Юсуповского дворца. В Юсуповских чертогах царит атмосфера таинственного мира его сиятельных владельцев, ведущих родословную от князей Ногайской орды. Все напоминает об их несметных богатствах, пристательных баллах и приемах. Красная гостиная Также известна как малиновая, золотая, императорская гостиная. Панно на стенах выполнены из малинового шелка с золотым узором. Роспись потолка сцены из Илиады, Гомера, художников Скотти и Меричи. Позолоченная мебель, 28 предметов, была приобретена в 1840-е годы, специально для Красной комнаты. Редактор субтитров А.Семкин В интерьере зеленой гостиной преобладают сдержанные бледнозеленые тона. Самым сочным цветовым пятном является камин из уральского малахита, выполненный в технике русской мозаики. Русская мозаика – это способ декорирования, создающий неповторимую красоту природного рисунка камня. На балах Юсуповых танцевал весь Великосветский Петербург. Съезд гостей на балы начинался обычно в 9 часов вечера. Вот что вспоминало об одном из балов гостия Юсуповых. В бальной зале гремела музыка. Когда мы вошли, ее величество уже танцевало французскую кадриль. Хозяйка дома, княгиня Зинаида Ивановна, особенно была эффективна, когда прогуливалась по своим великолепным чертогам под руку с красавцем, русским богатырем, императором Николаем Павловичем. Жемчужно-серые стены, размещенные по периметру светильники, танцующие нимфы в росписи плафона, огромные зеркала, огражденные хрустальными балясинами, создают здесь особую праздничную атмосферу великосветских балов. Субтитры создавал DimaTorzok Банкетный белоколонный зал Юсуповского дворца, один из лучших парадных интерьеров Санкт-Петербурга 1-3-19 века. Самый большой зал в Юсуповском дворце занимает высоту двух этажей. По периметру зала колоннада из 24 колонн белого искусственного мрамора. Зал перекрыт декоративным коробовым сводом. Во время больших балов здесь танцевали гости. На высоких хорах-балконах по сторонам зала когда-то помещался княжеский оркестр. Над дверьми в танцевальный зал была установлена решетка, благодаря чему музыка в двух залах звучала одинаково хорошо. В банкетном зале проходили приемы, накрывали столы, устраивались концерты и благотворительные базары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Дубовая столовая Юсуповского дворца Отделка 1890-х годов Архитектор Степанов Название получила по преобладанию ее отделки массива дуба Дубовый потолок, пол, люстра, пилястры В декоративной отделке использованы геральдические мотивы Привезенные из Венеции специально для этой столовой обеденный стол Тоже изготовлен из дуба Примечательны ножки стола Они сделаны в виде крылатых львов Символа Венеции Дубовый потолок, пол, люстра, пилястры Для Юсуповых дворец перестраивался в 1830-1838 годах По проекту Андрея Алексеевича Михайлова Тогда же и был построен на дворце первый домашний театр Интерьеры Юсуповского дворца создавались итальянскими мастерами Виги, Медичи, Скотти, Торричелли А также русским мастером Травиным Во дворце Юсуповых был домашний театр, где устраивались знаменитые на весь Петербург любительские спектакли Зал, в котором все это происходило в 19 веке, тоже был сначала перестроен по проекту архитектора Манегетти И украшен позолоченной лепниной А еще через некоторое время переоформлен архитектором Степановым Продолжение следует... Продолжение следует... Единственная из пяти залов картины галереи, сохранившая почти без изменений отделку 1830-х годов Название связано с тем, что при Юсуповых в этом зале располагались античные скульптуры Которые после революции были переданы в Эрмитаж В настоящее время в зале можно увидеть копии с античных скульптур Принадлежавшие некогда князьям Баргейские борцы, зима или азиапшая и другие Зал Плециоза Название зала происходит от итальянского драгоценный При Юсуповых в этом зале размещалась часть собрания картин Собрание Юсуповых насчитывало около 1200 полотен В частности произведения Рембрандта, Рубенса, Веласкеса, Теполы и других В отделке зала минимум украшений Свет подается через два симметричных световых фонаря Ныне здесь экспонируются полотна русских мастеров Конца 19-го, начала 20-го века Также можно увидеть копию с портрета Бориса Николаевича Юсупова Первого владельца дворца работы художника Антуана Жана Гро Князь изображен в юношеском возрасте В восточном костюме Как напоминание о происхождении Юсуповых Редактор субтитров А.Семкин Грушевая гостиная Отделка 1858-1860-х годов архитектора Манегетти Использование в отделке этого интерьера элементов стилистики Ренессанса Определило название гостиной Деревянные панели в нижней части стен Резные двери, карнизы Оконные проемы и гарнитур мягкой мебели Принадлежавшие Юсупову Выпукнены из массива груш Обивка мебельного гарнитура Единственная во дворце Подлинная, ручной работы Шестяная ткань середины 19-го века У противоположной стены гостиной Находятся великолепные Камины с красно-белого мрамора Золоченые бронзы, агата, оникса Середины 19-го века Навершии над камином Выполнены из картон-пьера И являются копией с навершией камина из замка Левелеруа Находящегося в лугле Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Белый кабинет был создан в стиле рококо-кор Архитектором Степановым Уют и тепло, радушие и радость Как нельзя лучше передает меблировка Из мягких диванов и прочих предметов Ненавязчивых и нежных цветов В сочетании с чудесными зеркалами Центральную стену украшает портрет Хозяйки кабинета Зинаиды Юсуповой Кисти известного русского художника Валентина Серова Субтитры создавал DimaTorzok Дворец на Мойке Хранит не только великолепные сокровища И уникальные произведения искусства Но и мрачную тайну о событии Возможно, сыгравшем важную роль В истории Российской империи В подвалах особняка Произошло одно из самых страшных И странных убийств начала 20 века 17 декабря 1916 года Здесь нашел свой конец Григорий Распутин Личность незаурядная И мистическая Простой сибирский мужик, грубый, неотесанный Он не только сумел стать фаворитом И незаменимым советником Императорской семьи Но и активно вмешивался в политические решения Недовольных возвышением старца И его влияние на императора было много И в 1916 году Несколько влиятельных людей империи В число которых ходил и князь Феликс Юсупов Подготовили убийство Распутина Он был приглашен на дворец на Мойке Для того, чтобы познакомиться с женой хозяина Ириной Здесь в глубоком подвале Григория сначала пытались отравить Но цианисты калий, которым были пропитаны Любимые Распутиным пирожные На него не подействовали Не смог убить старца и выстрел в упор Смертельно раненый в грудь Императорский фаворит чуть не задушил Юсупова А когда тому удалось вырваться Кинулся бежать Григорий смог убить даже запертую дверь И почти скрылся со двора Его не остановили три выстрела в спину А только четвертая пуля, попавшая шею Сбила старца с ног После еще одного выстрела в голову Распутин еще дышал И заговорщики, загрузив тело в автомобиль Отвезли его к Малой Невке И сбросили в кровь В настоящее время в подвале Юсуповского дворца Создана экспозиция с сосковыми фигурами Позволяющая представить детали того страшного И во многом непонятного убийства Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok